Творец Хорошо бы сейчас начать конгресс. На третий день Европа разгрелась немножко. Ну, ничего не сделаешь. Творец принимает в расчет человека в каждый момент его жизни. Вот сейчас мы желаем объединиться, чтобы было все хорошо, мы говорим слова, как дети. Через пару часов это все куда-то улетит. Это не важно. Это не важно. Это аккумулирующийся процесс. Он собирает вместе все наши вот такие добрые минуты и приводит их к состоянию, которое называется СА. Это мера такая. Когда считается, что человек закончил свои усилия, и ему раскрывается высший мир. Так что по чаще таких минут, по обоих таких минут, они все соберутся наверху, и тогда откроется путь высшему свету к нам. Так что мы проделали с вами большую работу. Я разговаривал с ребятами нашими, которые смотрят нас через интернет. Они восхищаются тем, в каком вы состоянии, и считают, что действительно первый раз в Европе получилось какое-то понимание, для чего нужна каббала, что надо делать нам в этом мире. Подошло время, когда резко меняются все события и требуют нашего, именно нашего вмешательства. И нам некуда деваться. Так что все очень хорошо. Нам главное нельзя терять минуты. И когда есть какое-то воодушевление, обязательно его раскрывать еще дальше, передавать товарищам. То, что пишет Рабаш в своих статьях о группе. Не забывайте о том, что Творец раскрывается между людьми, между семьей. Муж и жена между ними может раскрыться. Может раскрыться между двумя, минимум это двое, товарищами. Может раскрыться, чем больше, естественно, количество людей, тем больше вероятности, скорее может быть, процесс. Хотя и проблем больше, но зато, поскольку больше проблем, то и быстрее двигаешься. Ну, а теперь мы видим, что и весь мир входит в этот процесс. И нам надо обязательно в нем участвовать. Потому как у нас есть, только у нас есть эта методика притяжения света в наш мир. Он должен здесь светить. Мы говорим о том, что мы поднимаемся на следующую ступень. Но это так мы говорим. А на самом деле свет не сходит сюда, к нам. И светит здесь нам. Он должен светить до конца. То есть из мира бесконечности. Из мира бесконечности. Он должен пройти через все миры до нашего мира. До нашего мира. До нашего мира он должен пройти и засветить во всех мирах. И только после того, как он достигает последней ступени. После этого сворачивается вместе в один мир бесконечности. Тогда, ну, я немножко не так нарисовал вообще-то, надо было не так рисовать. И это тоже. Это надо рисовать так. Так, мы находимся с вами в круге. В этом круге, в центре. Это все творение. Вот этот большой круг. А мы находимся в центре. Вот этот наш мир. Так рисуют в каблитических книгах. Вы можете это увидеть. Вот эта линия, каф, по которому нисходит свет в наш мир постепенно. А мы находимся с вами вот здесь, на самой последней ступени. В центральной точке. И свет стоит перед нами. Это мир Адам-Кадмон, Ацелут, Брия, Яцера, Асия. Все эти пять миров. А мы с вами должны впустить этот свет, который проходит через все миры, в наш мир. Вот сюда вот. Здесь мы. С вами. Как только свет входит в эту точку по линии, так сразу же эта линия, она преображается в эту окружность и заполняется вся светом. Он проявляется здесь. В принципе, он находится там, но для нас неощущаемый. Потому что находится здесь, вот в желтое, закрашенное, это полный свет, весь свет, свет бесконечности. Но он находится в состоянии абсолютной отдачи, полной любви. Это свойство Творца, это сам Творец. Вот это вот. Вот это и есть Боре. Чего она так пишет у меня? Вот. Вот это Боре. То есть свойство полной отдачи и любви. И поэтому она от нас, эта ступень скрыта. Это абсолютная, стопроцентная отдача. А мы, когда достигаем через вот эту линию постепенного нисхождения света, когда мы заполняем наш мир, то при этом достигается состояние, когда линия, все создания тоже абсолютно переходят в такую абсолютную отдачу. И тогда раскрывается весь этот объем, весь мир бесконечности. А процесс, он, как я уже говорил, он постепенный, накапливающийся, и поэтому мы должны каждую минуту, где мы только можем, урвать на этот процесс и присоединить, еще присоединить, еще присоединить. И вот так и сказано, монетка к монетке присоединяется для большого счета. Вот. Теперь дальше. Ну, а сейчас у нас существует еще и другая, как мы с вами говорили, проблема, та, что этот окружающий свет, он начинает давить на наш мир. Давить и вызывать в нем ощущение кризиса, неподобие себе. То есть разница между нашим миром и вот этим миром, вот это наш мир, а вот это внешний мир, между ними разница дельта. Что-то она рисует мне нехорошо. Вот эта разница между ними. Она и вызывает кризис, несоответствие свойств нашего мира и высшего мира. Вот это мы и ощущаем. А когда мы будем двигаться, хотя бы немножко начнем двигаться вперед, вот как весь мир, уподобиться нам в чем-то, но он не будет понимать свет, высший свет, ничего этого не будет знать и не понимать, неважно, но он будет двигаться больше к объединению, сразу же возникнет некоторое подобие нашего мира и высшего мира, состояние человечества и высшего мира, и сразу же все начнет успокаиваться, урегулироваться, не будет со дня на день каких-то проблем, кризисов, банкротств, непонимания, что будет происходить, что будет завтра с экологией, с нами, а наоборот будет все уравновешиваться. Так что все зависит от нас. Вот это, в принципе, наша задача. Значит, наша следующая ступень, это мы, европейская группа, которая вместе распространяет интегральное образование. Внутри мы между собой изучаем кабалу, потому что, как мы говорили уже, кабалу мы должны изучать для того, чтобы притягивать высший свет к нам, а интегральное образование мы должны давать миру для того, чтобы передавать миру этот свет. Он не будет этот мир понимать, что это за свет. Он будет только лишь пытаться немножко объединиться, потому что в объединении люди начнут понимать, что им лучше. но поскольку это объединение будет происходить под нашим руководством, под нашим руководством, то высший свет пройдет на них. Они не будут понимать, откуда это все происходит. Для них это будет как какое-то особое свойство, как какое-то колдовство, что-то такое непонятное. вдруг обнаружится. Не то, что это не будет сверхъестественным. Просто начнут ощущать, что объединяясь, мы преуспеваем. Объединяясь, мы аннулируем весь кризис. А то, что это проходит через нас, благодаря этой методике, которая приходит от нас, они могут и не знать. И не надо. Так лучше. Ведь нам же не важно, как ребенок понимает, кто его воспитывает, каким образом. Главное, чтобы он рос. Это естественное свойство отдачи. Надо учиться с примеров, как мы относительно детей. Если то же самое мы перенесем на наши отношения относительно мира, будет прекрасно. значит, наша первая задача это объединиться так, чтобы помогать друг другу, каждый в его стране, на его языке, с его ментальностью, чтобы мог преуспеть в нашем интегральном воспитании, в интегральном образовании. На эту тему есть много материалов, надо нам организоваться, чтобы вы могли их получать переведенными, проверенными и суметь распространять. Почему я об этом говорю? Я понимаю, что вас тянет заниматься кабалой, вам хочется что-то такое, то, что написано именно в трудах о личном переживании, не будет личных переживаний до тех пор, пока мы не будем взаимодействовать с внешним миром. Поверьте мне, мне этот внешний мир тоже не был нужен совершенно. Я думал только о том, что я буду сидеть один, заниматься и таким образом раскрывать для себя этот высший мир, а не внешний мир. Но такое условие, к этому нас вынуждают. если когда-то было достаточно группы, и в группе мы работали, соединялись, то сегодня и в группе не получится объединения, если не будем идти еще далее вширь. Поэтому то, что я говорю, это необходимо для вас. Мне это лично не надо, вы сами понимаете, я только должен преподнести вам методику исправления мира, методику восстановления общей души, называемой Адам, методику ее наполнения высшим светом, чтобы вы все, как сказано в Кабале, еще при жизни в этом мире ощутили все миры и вошли в состояние бесконечности и вечности. То есть ощущение полной природы поднялись выше смерти, выше всяких проблем. Вот это самое главное, чего мы должны понять. И поэтому если мы преуспеем в нашем объединении, то успех нам обеспечены в край в кратчайшем в кратчайшем будущем. Потому что Европа она специально для этого и создана. Если бы мы сейчас были в Латинской Америке, я бы так не говорил. Или там в Азии, или в России, я бы так не говорил. В Европе и отчасти в Америке, в Северной Америке, через два месяца там будет Конгресс 10 мая. Об этом надо говорить, потому что эти страны они в первую очередь ощущают кризис. А от них это все пойдет дальше, постепенно пройдет. А если в этих странах мы сделаем то, что надо, тогда кризис остановится. Не надо будет ввергать в него весь остальной мир. Потому что весь остальной мир, когда он начнет подходить к кризису, это получатся такие волны по Европе и по Северной Америке, что практически начнет все разрушаться. Так что нам надо с вами быть ответственными за происходящее. Далее результат Конгресса. Чего мы достигли? Мы достигли того, что в общем-то мы обговорили все, что нам надо, мы создали определенное взаимопонимание между собой. Мы собрались здесь действительно как одна европейская группа. Неважно, что нас разделяют языки, ментальности отчасти может быть. Это Вавилон в том виде, в котором он 3800 лет назад распался на отдельной части. Вот мы сегодня и представляем собой этот Вавилон. И собираемся вместе снова, но уже не к тому, чтобы дальше продолжать эти Вавилонские страдания, а для того, чтобы соединиться вместе по той методике, которая тогда была преподнесена, раскрыта еще тогда миру. Так что как бы возвращаемся. Сделали петлю и возвращаемся в то же самое состояние. Не важно, что у нас вместо трех миллионов вавилонского населения семь миллиардов. Это мы просто разделились для того, чтобы было легче исправляться. У каждого более маленькая часть для его личного исправления. Но мы в принципе представляем ту часть Вавилона, которая готова на это исправление. Все наше мировое клей это именно вот те сливки, которые поднимаются наверх и их-то надо собрать вместе, объединить и тогда получится исправление всего мира. Я думаю, что мы достигли здесь такого взаимопонимания и теперь перед нами серьезная работа реализовать. Мы можем сделать так, чтобы просто вы увидите, насколько каждый из вас будет востребован. Вы увидите, как каждый из вас может стать преподавателем, воспитателем. Люди будут хвататься за каждого из вас. Ведь мы может быть даже не представляем, насколько они не понимают, в каком состоянии они находятся и тем более не будут понимать той методики исправления, которую вдруг обнаружат. А как объединяться, а как сидеть в кружке, о чем говорить, а что именно, каким образом, какие взаимодействия, как находить контакт друг с другом и так далее. То есть здесь такие тонкости, которые мы чувствуем изнутри. У нас они внутри есть, потому что мы этим живем. А рассказать другому в виде науки какой-то или методики это очень сложно. Это механически. Вы понимаете сами, что если человек чувствует внутри, это совсем другое дело по сравнению с механикой, когда он начинает это передавать, рассказывать, а тот механически повторяет, не понимая, о чем речь. То есть не чувствуя материала. Поэтому каждый из вас он будет очень востребован. Начните заниматься виртуальным образованием, интегральным, и вы увидите, как к вам потянутся люди, каждый из вас будет на вес золота. Кто тут больше весит? Далее. самое главное, как пишет Барисулам, Рабаши, вообще все каббалисты, чтобы каждый день, каждый день это мгновение, это не день и ночь, когда светит солнце, каждое мгновение, чтобы было у тебя новым. Новым. То есть вставай, просыпайся, встряхивай себя в любое время дня и ночи, как будто ты заново родился. То есть все, что было до этого, вычеркиваем. Все наши старые проблемы, взаимоотношения, мне не нравится вот та девушка в третьем ряду и вот тот парень в пятом ряду. Нет такого. Мы не знакомы друг с другом. Мы начинаем заново на новой ступени. И так всегда. Никаких прошлых проблем, никаких прошлых каких-то вот тянущихся за нами хвостов. Перезагрузка. Знаете такое слово? Перезагрузка. То есть мы должны произвести это над собой. Так? Как это в компьютере называется? рестарт. Рестарт. Очень хорошо. Значит забыть все плохое, что было в группах. В каждой группе и между группами и между вашими всеми группами и нами и мной в том числе и сделаем перезагрузку. Рестарт. Далее. Нам надо создать европейский отдел. Надо распределить кто там чем занимается ответственные. Это не почетные должности, что я сижу в кресле и меня все уважают. Это большая работа. Тем более с такими людьми как вы. Значит нам надо им помогать, надо им поддерживать, пускай они работают. Мы постараемся выполнять все, что надо. Они, этот европейский отдел, должны быть в связи с нами, со мной. И мы постараемся быстро наладить контакт с внешним миром, с Европой так, чтобы вы смогли благодаря этому контакту с внешним миром почувствовать контакт с Творцом. Творец обратится к вам только тогда, когда у вас будет проход на внешний мир. Иначе нет. Это сказано во всех политических книгах. Так завязана природа. То есть по полной открытой системе распространения, по системе ну крытой системе. И если у вас через вас будет открыт канал на внешний мир, то тогда через вас пройдет высший свет. Он нигде не останавливается, он только циркулирует и раскрывается. Если вы не будете представлять собой заглушку, а открытый канал, то он пройдет через вас. Далее. Мы сегодня разъезжаемся. Мы должны быть в контакте между нами, с этим европейским отделом, который сейчас попрошу, чтобы сюда поднялись люди. Что он собой представляет. Пускай они нам себя покажут. Кто захочет вместе с ними участвовать, заявляйте о себе. Еще только одно маленькое замечание. Мы сегодня улетаем все оттуда. Разъезжаемся, разлетаемся. С завтрашнего дня у нас начинается в Израиле неделя Песох. Это отпуск. И у нас там прочти всякие круглосуточные занятия, заседания, работа, распространения. Мы готовимся к очень серьезным делам. Общем мировым и нашим внутренним. Не в небной барухе, а в скне. вы можете вместе с нами присутствовать на всех наших конечно этих занятиях, беседах, семинарах. Выставлено в этом расписание. Мы будем очень рады, если вы будете вместе с нами. в общем включайтесь. Я буду очень рад слышать о вас. о каждом из вас и о всех вместе. Буду контролировать, буду работать вместе с нашим этим европейским отделом. И мы с вами продолжим работу. Значит, эта неделя у нас целая неделя, 10 дней практически впереди, в течение которых мы очень интенсивно занимаемся кабалой и виртуальным образованием в Израиле. Можете подключаться и слушать, видеть. Это первое. Второе, через полтора месяца, сколько это примерно, полтора месяца, у нас конгресс с 10 мая в Северной Америке. я надеюсь, вы будете на нем виртуально присутствовать. Вместе с нами здесь огромное количество зеркальных конгрессов. Кстати говоря, мы должны поблагодарить всех наших товарищей, говоря их желанием, усилием, чаянием. Это все подействовало на нас и мы чувствуем себя намного ближе, чем в первый день нашего конгресса. А сейчас у нас есть еще полчаса на вопросы. Прошу. А потом семинар. Вопросы можете задавать любые. И по теме, которое сейчас обсуждалось и по любым другим темам. Пожалуйста. Здравствуйте, Раф. У меня вопрос следующий. Как вот можно, очень сложно представить себе вот это исправленное общество в Европе и в Америке, как оно будет меняться и как оно будет выглядеть. Вы нам говорите, представьте себя, представьте вот уже, как это будет для этого надо почитать книгу последнее поколение Баля Сулама, хотя это не книга, это только его отрывки из которых он когда-то думал потом сделать книгу, но она очень сырая и очень там много различных отрывков непонятных и не связанных между собой, но все-таки стоит ее почитать. Последнее поколение называется. Я могу вкратце сказать то, что можно конкретно для нашего примера. Мир идет к тому, чтобы быть подобным природе. Все уравновешивается. будет период похолодания, будет период нагревания, будут периоды спадов, будут подъемы, не важно что, все идет в принципе к тому, что приходит к равновесию. В этом заключается главная тенденция природы. Равновесие должно быть в человеческом обществе достигнуто по нашим представлениям, так как мы изучаем из Кабалы, а Кабала изучает природу, откуда кабалисты все знают, они постигают природу, только высшую систему управления, и оттуда знают, и предлагается это всем. Значит, из этой системы управления ясно нам, аналоговая система управления, она действует так, что приводит все элементы в равновесие. Человеческое общество будет находиться в равновесии только в случае, если все будут потреблять как животные, знаете, как животные потребляют, сколько им надо, столько они едят, что для них необходимо, то они делают в мере необходимости. Такое рациональное отношение к жизни мы должны понять, что оно в принципе захотимо или не захотимо, к этому нас приведет жизнь. Вот сейчас происходит падение уровня жизни, безработица, банкротства и все прочее. К чему это ведет? Это ведет к тому, чтобы вывести нас на нормальный уровень жизни, чтобы мы не занимались всю жизнь тем, чтобы думали, что купить, где заработать больше. Заработал, купил, выбросил. Заработал, купил, выбросил. Нельзя. Нельзя таким образом существовать. Это существование бесцельное. природа нас от этого уводит, вынуждает нас прийти к другому. Состояние следующего мира это тогда, когда люди не работают практически, они работают только для того, чтобы себя прокормить, одеть, обуть, построить нормальное здание и все такое. То есть ничего лишнего. То, что необходимо для существования, то есть необходимо это не значит жить без электричества и без всего комфорта. Нет. Но это рационально. То, что надо нам для нормальной жизни. Вот в средней семье, вот до этого уровня все человечество должно дойти. Если мы будем связаны между собой, мы не будем выбрасывать пищу, нам не надо производить большего, но в мире не будет ни одного голодающего. Если мы будем рационально относиться к себе и к другим, то нам не надо производить больше ни одной тряпки. Всем будет что одеть и останется еще горы лишнего. Мы будем строить не какие-то глупости, а будем строить дома, квартиры. То есть у всех будет все. К этому природа нас приведет. Не захотим прийти к этому хорошим путем, приведет банкротствами, проблемами. Вот вам пример с Кипром. Это только начало крушения банковской системы. До этого времени банковская система была как святая корова. Правительство вкладывали, вкладывали туда миллиарды, миллиарды, миллиарды. Только чтобы банки работали. А сейчас уже все. Начинается следующий этап. И это серьезно. Мы не понимаем этого значения, то, что происходит с Кипром. Это крушение основы нашего мира. когда люди перестают доверять банкам, когда они перестают проводить через них. То есть это только начало. И почему это происходит? Потому что мы не идем к тому же состоянию равновесия, объединения добрым путем, понимая к чему мы должны прийти, чтобы видеть заранее и к этому приходить постепенно с желанием, с пониманием. И нас в итоге природа бьет и вынуждает. Так что следующее состояние человечества мы надеемся с вашей помощью оно будет быстро достигнуто добрым путем. Но оно будет вот именно таким, как я говорю, рациональное нормальное потребление всех в одинаковой мере человечество. Человек будет работать час-два в день, не знаю сколько. Это в принципе все, что ему надо для того, чтобы обеспечить всех остальных, если все так будут распределять свою работу и обеспечить, обслужить и доставить всем все необходимое. А все остальное время будут люди работать только на объединение. То есть интегральное воспитание и образование. Нигде вообще не сказано ни в каких книгах и нигде, что человек должен работать в наше время при такой производительности труда по 10-15 часов в день. Зачем? То есть это абсурд. Мы просто выканчиваем все из земли, все ее ценности, полезные ископаемые, нефть, газ. И в итоге мы остаемся, что мы оставляем нашим детям, внукам. То есть конечно это все надо прекратить. И я надеюсь, что это быстро прекратится. Добрым путем через вас. Иначе будут удары. Каббала вы знаете пишет о том, что может быть даже мировая термоядерная война, если человечество не начнет себя исправлять разумным путем. Следующий вопрос. Прошу. Ну? А, норма. Хорошо. Я просто хочу позволить всем знать, что мы имели мировые конвенции в Среда Америка и Среда Америка. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Сиднии. все время присоединяются в этом конгрессе. И наша следующая конвенция будет на 10 мая в Нью-Йорке. И мы приглашаем всех на конгресс, который будет 10 мая состоится на Северной Америки. И quick announcement that the website will be up tomorrow. И я хочу сказать также, что веб-сайт будет открыт завтра, у нас уже открыт для регистрации. На Кабала-инфо. На Кабала-инфо. я присоединяюсь к этому приглашению. Я очень желаю, чтобы там было побольше народу. Будет серьезный конгресс, будет много учеников из Лернин центра, Майка Келлога. Как вы знаете, там ведется очень большая работа в течение многих лет. и мы надеемся, что это будет очень сильный конгресс, продолжение нашего европейского конгресса. Так что приглашаются все желающие. Буду очень рад видеть всех вас. 10 мая в Нью-Джерси. Раф, у меня вопрос касательно конгресса, который будет на Америке. Я хотел объяснить какой будет следующий этап в духовном для нас. Что мы должны достигать в что мы достигли. будет следующим этапом? За полтора месяца в мире могут произойти большие события. И с нами, и с миром. Так что я не могу точно сказать даже тему конгресса. Хотя ее там прописывают, намечают, я еще не получил от них никаких пожеланий. Я никогда не составляю сам тему конгресса. Вот у меня тут лежит листок, и на нем написано, что я должен говорить. я говорю. То есть говорю-то я то, что я понимаю и думаю, но по той теме, которую прописывают мне организаторы. Почему? Я специально так себя ограничиваю. Во-первых, я хочу, чтобы они были ответственными, чтобы они изучали публику, связаны были с тем регионом, они занимаются подготовкой конгресса, они общаются с людьми, и поэтому они должны составлять тему. Так что то же самое будет и в Америке. Я не знаю. Вот ты там находишься, ты узнай, в чем проблема, прислали ли они нам материалы или нет, какие будут вопросы. Ну вот норма, может быть, уже знает об этом и другие наши английские отделы. Но в любом случае, все равно это будет речь идти о интегральном образовании и воспитании. Не может быть иного. Потому что это самое главное. С одной стороны, это наши личные проблемы изучения кабалы, раскрытия творца, как я уже тут рисовал наши с творцом, но с другой стороны, чтобы они были, нам надо открыть путь вниз ко всему человечеству. Так что вот тут вот у нас находится Америка, а вот тут находится Бнайбарух. И ничего не сделаешь. Тут находится Европа, а тут находится Бнайбарух. Так что в принципе это одно и то же. Кабала очень простая наука, она просто в других ощущениях, в других ощущениях, она скрыта от нас, на другой частоте. Вот как есть волна, на которой ты ловишь какое-то радио, а вторая волна, где ты можешь поймать радио, она рядом идет, но ты ее не чувствуешь, у тебя нет датчика, у тебя нет приемника, сенсора на нее. Вот та же проблема у нас уловить высший мир, надо настроиться только на нее. А когда ты настраиваешься, все просто после этого. Так что настройка она одинаковая, что в Европе, что в Америке, где бы ни было. Это тот же древний Вавилон, который мы должны привести к той же системе равновесия с природой, с Творцом. Ну то все. Так что тема, она будет близка к этому. Естественно, что с местными в соответствии с местными проблемами, там, нюансами. Как сила Европы может достичь нашего следующего уровня? Европа воздействует на Америку очень сильно. Да и Америка на Европу. Но дело в том, что в Америке кризис намного меньше. Там есть способность его затушевать. Там одно правительство. Там одна власть. Не надо ни с кем согласовывать. Не надо ни с кем договариваться. Сделали и все. Решили отпечатать еще 100 миллиардов долларов и отпечатают. Машинка работает. В Европе это намного сложнее. Требуется согласование между всеми и так далее. Поэтому кризис в Европе он больше ощущается. если бы Европа соединилась она бы смогла бы очень легко бороться с кризисом. Во-первых кризис бы ушел потому что бы они объединились над своим эгоизмом. Европа это как сегодняшний Вавилон в общем-то. Но кроме того они бы начали бы принимать единое решение могли бы сделать то же самое что делают американцы. Весь кризис только из-за того что разопщина Европа. Видишь одна часть Европы из Брюсселя говорит второй части Европы Никазии на Кипре что делать а та не хочет а там парламент сидит говорит мы не принимаем ну что же это за объединение понимаешь тут ничего не сделаешь придется или объединяться или разбиваться а в Америке состояние лучше с той точки зрения что они просто решили мы кризис не замечаем у нас нет кризиса все постановили что нет ну и и живут но потом конечно это выстрелит дальше вот еще один американец Hello Raff I'm from the Queens group in New York and my question is we've been trying for over a year to move to a new place a bigger place but something keeps holding us back what do we have to do to move to the next level и вопрос такой что мы можем сделать для того чтобы переехать на новом месте найти новое место это местная специфика я не знаю я не знаю что вам делать вы хотите место приличное и дешевое чтобы было близко ко всем чтобы это был центр и чтобы это близко к дому а вы живете в спальных районах и вот вы начинаете крутить крутить где же мы найдем такое идеальное место ну в раю да но на земле не знаю я давно говорил надо взять простой обычный там какой-нибудь склад есть нормальные склады с отоплением и устроить там центр не нужна вам никак не нужны вам никакие шикарные апартаменты вам надо только для себя не надо вам принимать никаких людей снаружи если вам надо организовывать где-то обучение вы можете снимать максимум где-то в Манхэттене на два часа какой-то класс это не проблема так что надо продумать рациональность того что вы делаете были созданы много разных центров растрачено много денег я считаю что это не рационально надо сначала продумать что вам надо на самом деле вам лично чтобы было дешево удобно для всех для вас потому что у вас центр все равно онкобалистический так же как у нас в Израиле так же как везде в центр приезжают люди чтобы заниматься кабалой а чтобы к вам в центр приезжали люди на занятия интегральным воспитанием они не будут приезжать для этого вы должны снимать офис в центре снимать не в офис класс все это можно сделать может быть в школах которые вечерние часы сдают классы в аренду это можно и где-то в офис дополно в Манхэттене я знаю мы снимали не раз только так это делать а ваш центр он должен быть там где дешево и удобно и подальше в Европе очень много русских в Европе очень много русских в Европе слишком много русских слишком много да и много очень людей не могут себя найти в распространении свое место в группе не хватает языка не хватает знания ментальности но мы хотим что-то сделать есть ли у вас какой-то совет для русскоговорящих в Европе как лучше себя поставить как правильно себя поставить чтобы максимальную выгоду из этого вынести из нашего пребывания здесь в Европе вы должны во всем помогать местным вы должны привлекать местных людей с местной ментальностью вообще что те кто будет выходить на публику чтобы они были естественно из местного населения но вы должны стоять за ними вы должны готовить материалы естественно чтобы это обрабатывали потом люди хорошо знающие ментальность язык вы должны сопровождать их вы должны делать все для организации то есть вы должны стоять за ними у нас в Израиле то же самое то есть ну сейчас уже в общем-то как-то уравновешивается может быть половина на половину я не знаю точно но в принципе русскоязычные они являются основой нашей группы и они в общем-то в базе в своей занимаются всякой организаторской работой занимались а постепенно постепенно пришли новые уже израильтяне и занимают их места я думаю что такой же процесс должен быть и у вас вы должны привлекать как можно больше пользоваться тем что есть и деваться все-таки местные товарищи и с их помощью привлекать других а самим оставаться где-то на заднем плане ни в коем случае не выпячиваться и тогда чтобы они чувствовали что это их и тогда придут еще и еще если показывается хотя бы кто-то из русских среди группы немцев то тогда этим уже непонятно местному населению что же это за организация надо это принимать в расчет таковы люди со всеми их проблемами нам мы же пришли в этот мир чтобы его исправлять так что нам надо подойти к людям так чтобы начать с ними контакт в каком это ни было виде соглашаться объединяться соединяться помогать быть сзади где-то не мешать главное чтобы они начали слушать в этом и заключается наша работа чем ниже себя пригнете перед ними это как будто вы пригибаете себя перед творцом потому что таким образом он может сможет через вас начать действовать на них творец не может воздействовать на весь мир напрямую своим светом а только сзади страданиями обратной стороной вызывая кризисы а напрямую смягчать кризис лечить людей поднимать их он не может только через вас вот то что я здесь и нарисовал так что пытайтесь любыми путями привлечь местную публику не вылезая сами вперед прошу я сзади группа испанол и я хочу спросить что совет может дать кризис и Экономический кризис и кризис в нашей испанской группе. Кризис в Испании, я уже говорил не раз, приводил это в примеры много раз на своих занятиях, может быть преодолен только в мере объединения. Я об этом выступал и говорил там уже несколько лет назад на телевидении даже. Только таким образом. И в интервью газет журналистам, если бы Испания начала бы объединяться, то есть люди бы начали бы заниматься интегральным воспитанием в связи между собой, раскрыть взаимодействие между собой. Те же безработные, которым нечего делать, которые просто пропадают, они деградируют, они не знают, что с собой делать. Возникают огромные проблемы, житейские, домашние. Ведь человек без работы и без занятий, он становится хуже зверя. Организовать кружки, организовать занятия, организовать семинары, то, что мы с вами делаем, на любые темы, которые близки к этому, обучать. Если бы можно было... Ведь правительство все равно платит что-то людям, чтобы они на что-то жили. Они же не питаются воздухом. Они должны на что-то жить. Увязать эту плату с учебой. Как стипендия студентам. Вот и все. И человек ходит на занятия. Он знает, что он в день должен 4-5 часов, а то и 8-9 заниматься. Он должен сдавать экзамены. Раз в месяц нужно сдать экзамен. Не сдал экзамен, можешь не получить пособие. Или получишь его на 30-40% меньше. Заставлять людей заниматься. Иначе что будет с людьми? Вы понимаете, человек, который не работает, не учится, ничего не делает, он просто спускается до наркотиков, до преступности, до чего угодно. Он не знает, что с собой делать. Это же ужасное состояние. Так что людей надо просто с точки зрения занятий завлечь их. Дать им нагрузку. Ведь и мозг, и сердце, и душа, они требуют нагрузки. Без этого, ну человек, если бы я не работал, я не знаю, я бы уже давно бы вообще... Меня же, меня моя работа держит. Я не понимаю, как можно вообще ничего не делать. А они вынуждены ничего не делать. Поэтому надо сказать так, это не безработные. Безработных нет. Это новая работа. Работа по исправлению, по ремонту души. Это то, что касается безработных. И тогда люди бы сумели бы создать между собой распределительные всякие учреждения, взаимопомощь. Они бы... Кто-то безработный электрик, а кто-то безработный сантехник, а кто-то безработный врач, а кто-то безработный еще. Они бы начали друг друга обслуживать. Бесплатно. Ну и что? И у всех бы получилась нормальная жизнь. И все бы хватило. У кого-то есть лишняя одежда ненужная, а у кого-то там еще что-то. Они бы иначе открыли бы склады. Из этих складов люди, у которых нету, могли бы получать. А у которых есть, могли бы туда приносить. Надо воспитать людей. И тогда они бы раскрыли бы для себя совершенно новую жизнь. Им стало бы тепло. На душе. Это проблема. Ею вы должны заниматься. Ею вы должны заниматься. Вы не представляете, мир будет еще хуже. Он будет еще больше в этом нуждаться. И никто, кроме нас, этого сделать не сможет. Вот это наше место. Это первое. Вторая проблема. Это проблема с группой. Прекрасная испанская группа разваливается. Почему разваливается? Почему разваливается? Она не действует. Она не действует. Поэтому свет ее не держит. Ведь вы поймите. Мы были когда-то, существовали сами по себе. Вот эта красненькая обводка, которую я сделал. Существовали сами по себе. И нам было достаточно и хорошо. Мы занимались. И все было хорошо. И свет нам все приносил и давал. А затем мы развились до состояния, когда надо давать миру. Вот надо давать миру. А мы этого не делаем. И поскольку открылся вот этот вот второй путь на мир, то первый путь, первый путь света к нам, он теперь зависит от второго пути. Чем больше отдашь, тем больше получишь. Чем больше отдашь, тем больше получишь. А ничего не отдашь, ничего не получишь. Вот такое сейчас условие. Что я сделал? Поэтому мир ощущает здесь. Мир ощущает здесь огромные страдания. Эти страдания приходят от света. Это тот же свет, который только с обратной стороны влияет на мир. Обратная сторона Творца. Ахураем так называемая. И если мы не будем воздействовать на мир, отдавать ему, то мы и не получим. Поэтому группа распадается. Она ничего не получает. Она не виновата, что она распадается, потому что она распадается. Она не виновата, что в нее не приходит высший свет. Она виновата в том, что она не распространяет интегральное воспитание. Серьезно. Серьезнейшим образом. Тогда бы через нее открылся проход высшего света. И ничего бы с ними не случилось. Наоборот, они бы укрепились. Вы представляете, сколько людей к вам может примкнуть? Если вы начнете этим заниматься. А так возникают всякие проблемы. Разводы, неразберихи какие-то. В общем, все что угодно. Вот и все. Прошу. Доброе утро, Рави. Меня попросили задать два коротких вопроса. Вопрос первый. Вы говорили, что можно идти распространять, не согласовывая с группой. Единственное условие – не навредить группе. Скажите, пожалуйста, что такое навредить группе? Навредить группе – это значит… Если вы занимаетесь интегральным воспитанием… Да. То есть не проговориться о том, что вы имеете отношение к кабале. Потому что это сразу же вас выбрасывает в сторону. Первое. Второе. Привлекать остальных членов группы к этому же. Правильно распространять. Советоваться с товарищами. Советоваться с товарищами. Что вам делать. Составлять вместе с ними планы. То есть, чтобы они были в курсе всех ваших дел. Не действовать поодиночке. Пытаться, чтобы работа была совместной. Тогда вы одновременно с тем, что распространяете другим, вот идете по второму пути вниз. Вы одновременно с этим делаете и действия внутри группы. Если это действие на массы, оно еще и совместно между товарищами, то больше вам ничего не надо. Только иногда вспоминать о творце хотя бы. Все будет хорошо. Спасибо. И вы только что говорили, что ситуация буквально может в месяц и считанно измениться. То есть, времени на раскачку нет. И вопрос такой... А, то есть, нет. И если вы начнете работать, она тоже может измениться в считанные месяцы. А вопрос такого характера, насколько важны и нужны всевозможные формальности, оформление проектов, чтобы пойти... Не знаю. Это зависит от вашей страны. Этого я не знаю. Но согласовывать в любом случае надо. Надо согласовывать в любом случае. Надо узнать, можете вы... Имеете ли вы право. Нет и на что. Чтобы не было проблем. Спасибо большое. Обязательно. Да. У меня вопрос о работе. Аравуд это то, когда мы включаем во внимание только тех, кто имеет точки в сердце. Или это относится абсолютно к всем частицам. Аравуд это когда все точки в сердце присоединяются друг другу в одну единую систему. Товарищи, мы должны с вами перейти к семинару. Вы об этом знаете? Он очень важен, этот последний семинар. Так что давайте быстренько соберемся в кружки. Прошу вас. Пока музыка.